Дорогие друзья, мы в послании филиппийцам читаем такое слово Со страхом и трепетом совершайте свое спасение Тема проповеди, которую я хотел бы предложить для вас, она так и называется Совершайте свое спасение Братья и сестры, мое спасение за меня никто не будет совершать Я должен это делать Моя вера меня спасает Христос уже все сделал Я должен это делать Поэтому и Писание говорит, чтобы я совершал свое спасение Иисус Христос все сделал для того, чтобы я был спасен Он меня искупил от моих грехов, то есть выкупил меня И заплатил за это жизнь свою, то есть цену очень великую Это цена его жизни, для того, чтобы я жил И это спасение, мое теперь, мое искупление, он мне подарил Он мне его отдал И когда он мне его отдал, теперь я с этим подарком должен что-то сделать Я этот подарок могу положить на полку И воспользоваться, как я думаю, может быть, ну какой-то определенный день Дети все знают, вот этот рассказ детский, который печатался в наших журналах Когда один мальчик увидел, когда родители коробку конфет положили где-то на шкафу Вверху для того, чтобы на определенную дату ее приоткрыть Но родители думали подарить на день рождения этому сыну своему эту коробку конфет Когда он пригласит друзей своих Но мальчик увидел там конфеты, он решил потихоньку их оттуда брать И когда случился день рождения, коробку пришлось открыть А он вместо конфет в каждую из бумажечек заворачивал сухарик То, когда коробку открыли, было ему очень неудобно перед своими гостями Ну, со спасением так нельзя ни в коем случае им поступать тоже Дорогие друзья, я должен понимать, что мне дал Бог спасение И я должен его совершать Совершать это значит идти, нести его вместе с этим спасением Идти по этой жизни И Писание здесь нам говорит, как я это должен сделать Дело в том, что Бог Мы читаем в следующих текстах, в стихах этой главы Вот такое слово Потому что Бог произвел в вас и хотение, и действие по своему благоволению Я должен свое спасение совершать не просто Но я должен совершать его, как здесь написано, со страхом и трепетом Что из себя представляет слово страх? Страх это не значит, что я должен бояться Бога, теперь я должен перед Ним трепетать В плане того, что Бог меня накажет Об этом мы уже слышали в предыдущих служениях, очень хорошо было об этом сказано Бог имеет намерение о нас во благо И Бог наш благой И Он хотел бы нам подарить что-то особенное Он хотел бы нам подарить вот эти блага, чтобы мы с этими благами могли пойти по жизни Об этом Иоанн так и писал, что мы приняли благодать на благодать То есть один благой подарок еще приобретает как бы еще один благой подарок Бог нас спасает, но к этому спасению Бог предлагает нам еще и жизнь вечную И право на сыновье, чтобы я был сыном ему, чтобы я мог находиться наследником вечности И таким образом Бог умножает свою благодать, если я совершаю свое спасение Но при чем здесь тогда страх? А страх как раз при том, чтобы я как раз помня об этом, что я могу потерять свое спасение Каким образом? Если я не буду его совершать, я его потеряю И поэтому я должен его совершать со страхом То есть бережно относиться к нему, чтобы его не потерять Я должен относиться с трепетом И слово трепет, оно тоже означает не какое-то такое, вот знаете, унижение человека Нет, а вот как раз вот такое вот трепетное отношение к тому, чтобы вот то, что Бог мне дал, это сохранить Дорогие друзья, но Слово Божие нам говорит о том, что Бог, когда производит нас свое хотение и действие по своему благоволению Бог хотел бы обратить наше внимание, что вот как раз со страхом и трепетом я должен, совершая свое спасение Обратить должен внимание на некоторые детали, что мне может помешать пронести это спасение Что указывает, на что указывает Господь? В 14 тексте этой главы мы читаем такое слово Все делайте без ропота и сомнения Оказывается, вот эти два качества, они могут очень сильно мне помешать, совершать мое спасение Что из себя представляет ропот? Ропот сам по себе, это состояние, выводящее человека из благодарности в недовольство То есть, Бог производит во мне и хотение, и действие по своему благоволению А я к Богу проявляю какое-то недовольство Или вообще к тем обстоятельствам, которые погружает меня Бог И я начинаю роптать То есть, я недоволен И причем этот ропот доводит человека, он может вот это недовольство, его может привести больше к тому К такому состоянию, когда человек может даже возненавидеть Вот до этого доводит ропот Я приведу вам простой пример Вы помните людей, тех, которые вышли из Египта Они вышли и фактически были спасены от рабства Над ними уже не стояли люди с плетью Они не заставляли их делать кирпичи Они не заставляли их нагибаться Они не заставляли их под палящим солнцем, без воды, без пищи Производить какую-то работу Их не поднимали ночью на какие-то неурочные там наряды Или еще что-то прочее Больше того, они могли служить теперь Богу Они Бога своего видели в столпе огненном ночью и облачным днем Они видели вот это присутствие Божие Они видели, что Бог подает им пищу Они все это видели Но вдруг им захотелось мясо Им захотелось лука Вы знаете, я до того, как не читал Ветхий Завет Я как-то даже не думал, что есть столько разновидностей лука Ну, как-то не обращал на это внимания Но израильтяне перед Богом поставили вопрос Мы хотим лука и такого, и такого, и такого И мы хотим еще и огурцов, и мы хотим еще и мяса Зачем нам эта манна? И когда они захотели еще и мяса Бог все это им дал Но вы знаете, вот своей вот такой вот ненасытности Вот эта человеческая плоть, она привела людей к тому Что теперь вот эти люди Они даже там, когда мясо было еще в их зубах Они почему-то умирали И если задать вопрос Какая разница теперь Ты умер здесь, в пустыне Они говорили, мы умрем здесь Или там бы умер в Египте Разницы не было никакой Все было в их руках В их руках было спасение В их руках было все Их будущее И результат Результат такой печальный Они между вот этими птицами Которые Бог им нагнал ветром Они сами полегли костями своими Дорогие друзья Бог хотел бы, чтобы в жизни нашей Никогда этого не было Чтобы мы совершали свое спасение Зная, что Бог производит И желание, и хотение, и действие По своему благовлению И чтобы нашему спасению Совершать его Не помешал ропот Недовольство На обстоятельства На жизненные условия Или еще на что-то Ни в коем случае Как мы уже слышали сегодня Меня в церкви не любят Нет, дорогие друзья Это не причина Я должен совершать свое спасение Больше того Писание говорит, чтобы я Не сомневался Конечно, сомнение по отношению К ропоту считается Ну знаете, таким каким-то мелким Таким недоразумением Ропот это что-то громкое такое Тем более, ну, явное А сомнение Это что-то внутреннее Скрытое, тайное Но Бог и на это Обращает внимание И в послании Якова Мы читаем такое слово И оно напоминалось Уже сегодня Что сомневающийся Он подобен Морской волне Ветром поднимаемой И развиваемой То есть, если даже есть Хоть немножко веры Если ты только начал сомневаться Вот этот ветер сомнений Он обязательно Разобьет все буквально Твою веру в прах И там ничего не останется И Писание подводит итог Да не думает Такой человек Получить что-нибудь От Господа Тайное, скрытое Никому не Не видное Вроде бы С виду Такой вот И благочестивый человек Кроткий Может быть даже Способный Неплохо играет На музыкальных инструментах Хорошо ориентируется Может быть в жизни Но там Где есть сомнения Оно буквально разбивает Все И от спасения От нашего Ничего не остается И Бог предупреждает Нас об этом Чтоб у нас Этого не случилось Здесь сказано Также Чтобы мы Нам быть Неукоризненными И чистыми Чадами Божьими Чтобы мы были Непорочны Среди строптиво Разращенного рода В котором вы сияете Как светило В мире Неукоризненный И чистый человек Это человек Тот, который Не получает укора Но Мы можем задать Такой тогда вопрос Ну как же Нам иногда Даже делают замечания Почему ты так поступаешь Или не так Дорогие друзья Человек Который Не получает укора Тот человек Который Допустим О чем-то говорит Вот так нужно жить Вот так нужно поступать А сам Не делает так Вот такой человек Получит укор Мы все можем ошибиться У нас у всех Мало силы Но если я всем говорю Ты знаешь Ты должен поступать Вот так Ты должен поступать Вот так Если я детей своих учу Или из-за кафедры Кого-то учу Говорю как нужно Себя вести в церкви Как церковь должна Себя вести Но сам так Не поступаю Я получу укор А Бог Хотел бы Чтоб я был Неукоризненным Бог говорит о том Чтобы Я был Так же и Непорочным Дорогие друзья Непорочным Это значит Я должен проявлять Вот все те Христианские добродетели Которые у меня есть Бог то что мне дал Я это должен проявить Я это должен отдать Если я этого не буду делать То тогда я буду С пороком То есть с недостатком Бог нам дал все Буквально все дал И вот то что Бог тебе дал Попробуй отдать Ближним своим отдать С тем кто рядом с тобой На скамеечке сидит Отдай И Бог все сделает Удивительное Бог сделает Но братья и сестры Я хотел бы Обратить ваше внимание На 16 текст И мы будем молиться В 16 тексте написано Содержа слово жизни По хвале В день Христов Я убрал здесь Одно местоимение Апостол Павел Здесь указывает себя Для того чтобы Показать филиппийцам Что в тот момент Когда мы придем в небо И встретимся с Иисусом То вот это состояние Которое Спасение Которое человек Пронес через всю жизнь Оно будет Удивительной похвалой Выше по тексту Сказано о том Что мы должны сиять Как светило В этом мире Дорогие друзья Это тоже очень важная деталь И для того чтобы Непосредственно Порассуждать о том Как содержать слово жизни Я хотел бы обратить Ваше внимание Именно на вот эту фразу Чтобы мы Сияли Как светило В этом мире Я хотел бы рассказать Один пример Для детей Хотел бы рассказать Дети Вы все знаете Что из себя представляет Простой карандаш А почему он называет Его простым Там нет цвета Да Там просто стоит Графитовый стержень И все Дети друзья Но если только поглубже Вот в эту простоту Задуматься Ну вникнуть Вы знаете Удивительные Можно для себя Примеры взять Графит Это Твердое состояние Углерода Газа Который Твердым состоянием Вот имеет Такую форму И можно писать Но если этот графит Поместить в особое Обстоятельство Под большим давлением И высокой температурой Этот графит Превращается в алмаз И сегодня Когда находят Алмазные жилы Они Ну люди Восхищаются Этим всем Но Спутник алмаза Знаете Дети Что является Спутником алмаза Золото Вот то золото Которое люди На себя навешивают Которым восхищаются И я хотел бы В связи с этим Рассказать вам Один рассказ Он аллегорический Однажды На стол Мастеру Ювелиру Принесли Два камня Один был Однородный Черный Красивый Блестящий А другой был Перемешку С какими-то Оттенками Вот этот Который был Однородный Блестящий Это была Порода Особого Состава Вулканического Происхождения И поэтому Издавала блеск Но К сожалению Не представляла Никакой ценности И мастер Посмотрел на это Все Хотя она и блестела Он отложил в сторону Но взялся За другой Кусок Этот кусок Он был Внутри ценен Потому что Там был Находился Какой-то Ценный минерал А вокруг Него Была та же Порода Куски Породы И мастер Все что он Сделал Он взял Аккуратно От этого Камня Драгоценного Вот эту породу Всю Отбил Инструментом Обточил Потом И Какие-то Какие-то Определенные Грани Там Выточил И этот Камень Засиял И этот Камень Попал В корону Королеве Которая Находилась В этом Государстве А знаете Что сделали С тем Камнем Который Блистел Но Однородный Был Породой Его взяли Выбросили На дорогу И по нем Ходили все люди И та же Самая королева Дорогие друзья Бог хотел бы Чтобы мы С вами Находились Вот там В небе Вот почему Сказано Когда о 12 коленах Говорится И непосредственно В небесном параметре То есть Когда Бог Приоткрывал Что каждый камень Называет его По имени Это вот это Это вот это И это вот это Бог хотел Сказать Что вот там В земной жизни Когда он Узбывает Сложности Бог готов Сделать так Что мы будем Сиять И Бог Может это Сделать С нами Если мы Будем Совершать Наше спасение Если мы Не будем Этого делать Как Соль Потерявшую Силу Выбрасывают На дорогу На попрание Людям В Израиле Раньше Делали так Приблизительно Они брали Камень Допустим Около соленого Моря Кусок Соли И Ложили его В воду Эта вода Солялась И потом Эту воду Они Могли Выпаривать Или добавлять Куда-то В какие-то Продукты Но когда Оставалась Одна порода Ее выбрасывали То есть Теряла силу Ее выбрасывали На дорогу И люди ходили Так вот Бог хотел бы Чтобы я Не оказался Таким Человеком Бог Подарил Мне спасение И это Спасение Способно Все Во мне Изменить При условии Если я К вот этой Драгоценности Буду правильно Относиться Если я Буду правильно Совершать Свое спасение Если я Не буду Роптать Если я Не буду Сомневаться Если я Буду Со страхом И трепетом Это делать Бог Обязательно Все Сделает Правильно И так Здесь написано Содержа Слово К жизни К похвале Что я Должен делать Слово Содержать Дорогие друзья Имеет Разную Смысловую Нагрузку Одно Из Одна Из таких Вот Смысловых Нагрузок Это Опекать Делать Все Для того Чтобы Это слово Притворилось В жизни Я думаю Каждый Из вас Знает Еще Одно Значение Этого Слова Допустим Родители Имеют Детей Они Их Содержат Это Значит Они О них Заботятся Покупают Для них Что-то Новое Если Что-то Износилось Там Еще Что-то И Если Есть Какие-то Планы То Эти Планы Реализовываются Но В это Все Нужно Вкладывать Какие-то Материальные Ценности И Об этом Мы Тоже С вами Сегодня Слышали Иногда Нужно Отдать Две Лепты Верой Увидеть Куда Они Идут Но Если Я Не Отдам Эти Две Лепты Ничего Не Получится Поэтому Слово Жизни Я Должен Содержать И И Братья И Се Се Очень Важно Чтобы Я Понимал Это Что Слово Которое Бог Дает Его Тоже Нужно Содержать Иногда Нужно Вкладывать Какие-то Материальные Ценности Иногда Это Может Выразиться В форме Какого-то Рубля Это Может Выразиться В форме Времени Какого-то Которое Я Должен Отдать Куда-то Допустим Прийти на Собрание Посетить Какого-то Человека Может Чем-то Пожертвовать Но Я Должен Это Сделать Иногда Дорогие Друзья Нужно От Чего-то Отказаться Допустим У меня Есть Хорошая Неплохая Допустим Прибыльный Какой-то Бизнес Он Явно Входит В противоречие Со Словом Божьим Но Чтобы Содержать Слово Жизни Мне Нужно Что-то Выбрать И Для Того Чтобы Его Содержать И Чтоб Оно Было Содержательным И Чтоб Жизнь Моя Была Действительно Содержательным И Я Мог Спасение Своё Совершить Я Должен Уметь Внутри Отказаться От Того Что Мешает Это Сделать И Апостол Павел По этому Поводу Говорит Я Отказался От Всего Все Почитаю Засор Ради Превосходства Познания Господа Иисуса Христа Братья Чтобы Мы Могли Содержать Это Слово Жизни Чтобы Мы С вами Могли Знать О том Что Нам Нужно Все Делать Без Ропота И Сомнения Чтоб Нам Быть Неукоризненными Чистыми Сиять Как Светило В Этом Развращенном Мире Бог Все Для Этого Сделал И Я Хотел Бы Предложить Сейчас И Помолиться Нашему Богу И Попросить Милости У Него Чтоб Нам И Совершить Наше Спасение Чтоб Он Благословляя Благословлял А там Где Что-то Было Не Так Чтобы Попросить У Него Милости И Прощения И Бог Обязательно Поправит Потому Что И Хотение И Действие Бог Производит По Своему Благоволению И Пусть Ему Будет За Это Слава Аминь Ни Печали Ни 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 Тревог Мир Царит В Душе Святой Грех Не Ранит Никакой Что За День Радостный День Будет Аминь Мир Царит Душе Святой Грех Не Ранит Никакой Что За День Радостный День Будет Аминь Славный День Будет Там Когда Встречу Я Христа Он Возьмёт Меня Славом Край Небесный День Земной Руку Даст Он Мне Свою И Я С Ним Туда Войду Что За День Радостный День Будет Там Руку Даст Он Мне Свою И Я С Ним Туда Войду Что За День Радостный День Будет Там Редак Искушений Невзгод Там Спасённый Не Найдут Там Не Будет Больше Слёз Их Навек Отрёт Христос Но Готов Литвист Сейчас Встретит Твоего Творца Что За День Радостный День Будет Там Но Готов Литвист Сейчас Встретит Твоего Творца Что За День Радостный День Будет Там